МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рассказал президент Ассоциации ненецкого народа Ясавэй Юрий Хатанзейский. Как такового нового года календарного у ненецкого народа не было. Они были больше связаны с временами года. Это то, что, конечно же, начало жизни, когда в начале января заканчивалась полярная ночь, появлялось солнце, и тогда люди говорили, что начинается новая жизнь, появилось солнце, и по-ненецки называлось это едой по. Ненецкий народ, сами ненцы, они в большей степени общались, когда уже устанавливался более такой плотный снежный покров. Это возможность передвижения на оленях по снегу, по замерзшим речкам. Вот, соответственно, общаться уже между собой и, соответственно, одаривать друг друга подарками. Менецов всегда считал, что надо обязательно одарить детей, никогда не забежать детей, потому что добрые духи могут обидеться. В этот период и посещались священные места для того, чтобы также задобрить духов, также пройти хорошо зимний период. Вот это как раз дожить до первых лучей солнца, когда он только-только начинает появляться над горизонтом. Ну и, соответственно, уже опять радоваться новому году, новой жизни. Надо сказать, что наш округ многонационален. Всего здесь проживает более 70 разных национальностей. Очень приятно, что есть у нас представители белорусов и украинцев. Светлана Миронова, она у нас председатель общественной организации «Согласие», что на вашем языке звучит как с года. Света, я знаю, что ты готовилась и приготовила что-то интересное. Расскажи, пожалуйста, про ваши традиции. Ну, я буду рассказывать параллельно и по украинским традициям, и по белорусским. Они практически похожи. Похожи. Да, практически, можно сказать, один в один. Вот, но все-таки у украинцев в разных областях и Рождество, и Сочельник, и Новый год, скажем так, проходит несколько иначе. Вот сегодня я сижу в костюме, можно сказать так, гуцульском, буковинском. Вот, и это обряд, конечно, у них очень интересный. Гуцулы. Для гуцулов Рождество, встреча Рождества – это как национальный праздник. Они к нему готовятся не один день, практически начиная с весны. Гуцулы – это жители Карпат, этническая группа украинцев, которая проживает в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Украинцы и белорусы, в том числе, это веселый народ, добрый народ. Они любят вот такое вот веселье, чтобы вот оно прям вот рекой. И калядуют от души, и песни поют, и причем придумано калядок, очень всяких много, на разные дни. А вот сегодняшний день, очень интересный день, сегодня он щедрый называется. Поскольку сегодня все-таки у нас такой основной щедрый день, я тогда спою маленькую-маленькую щедровочку. Она очень известна, ее знает, ну, весь мир ее знает. Точно так же, как знают «Happy birthday to you». Вот так же и щедривка наша украинская, она звучит. Любят петь в новогодние праздники и в Чувашии. Наряженные детвора и молодежь группами обходят каждый двор, распевая при этом песни о наступлении Нового года, поздравляя односельчан с праздником, осыпая щедро хозяев, а также домашний скот. На чувашском языке Новый год – это будет щеничжул. И, конечно же, в нем у нас тоже присутствует Дед Мороз Хельмучи и Снегурочка Юрбеге. Пеге – это означает красавица, снежная красавица. Рождественские гуляния начинаются после встречи Рождества. Вчера в Чувашской республике назывался праздник Сур-Хури. Сур-Хури – это старинный чувашский праздник, отмечаемый в период зимнего солнцестояния, когда день начинает пребывать. В более древнем варианте он имел связь с поклонением племенным духом, покровителем скота. Отсюда и название праздника – от Су-Ра-Хури – овечий дух. Во время празднования Сур-Хури чувашская молодежь любит устраивать посиделки, которые сопровождаются необычным гаданием. Они забираются в хлев, ловят, значит, если мужчина, парень поймал за ногу барана, то он не женится в этом году. А если девушка поймала барана, то она выйдет замуж. Красотой чувашские девушки славятся по всему миру. Существует легенда, что они имеют отношение к амазонкам. Этому есть множество доказательств. Традиционно костюм чувашской женщины, он состоит из серебра. И чем больше у тебя серебра на тухьялиху, шпу, и получается, женщины носят здесь, вот поэтому одна из версий, что это амазонки, как кольчуги. То есть женщина чувашская, она была вся из серебра. Изделиями из серебра и золота любили украшать себя и таджикские девушки. Этот народ издавна славился своим ювелирным искусством, образцы которого были найдены учеными-археологами еще в слоях мезолита. Украшения сопровождали женщины на протяжении всей жизни. Самые дорогие из них одевали по праздникам. Мы таджики отмечаем два Нового года. Получается, первый – это традиционно календарный Новый год. Отмечаем с приходом советской власти. Первый раз начали праздновать в 1936 году. И до сих пор отмечаем селками Мишурой и Дедом Морозом. Дед Мороз по-таджикски – это бубой барфи. Переводится как снежная дедушка. А снегурочка – это барфак. Переводится как снежинка. Желанные гости каждого таджикского ребенка. А наш традиционный национальный Новый год называется Навруз. И мы Навруз отмечаем 21 марта – День весеннего равноденствия. Навруз – это праздник нового дня. Он отмечается с самого утра чайной церемонии. Чай подается в расписных пиалах с выпечкой и фруктами. Празднует таджикский весенний Новый год 4 дня. Все это время считается магическим. На каждом столе должно присутствовать 7 предметов или продуктов, начинающих с буквы «сын» персидского алфавита. Это первое – себ, яблоко. Это символ красоты. Сабза – это пророщь пшеница, символ возрождения. Сирко – это уксус, символ долголетия. Санджит – облепиха. Это символ любви. Потом сике – это монета, символ богатства и процветания. И сир – это чеснок, символ здоровья. Но главное новогоднее блюдо у таджиков – это суманак. Готовится оно в огромном казане. Из пророщенных зернышек пшеницы с добавлением муки и пряностей. Богатым новогодним столом могут похвастаться и азербайджанцы. Кстати, блюд на их новогоднем столе должно быть не менее 11. Чтобы было всегда богатство, чтобы не нуждались никто, чтобы как начинаешь отметить, и так весь жизнь пройдет, этот год пройдет, так богатство. А как Дед Мороз по-вашему? Шахтабаба. Сенегурская Гаргаз называется. Гаргаз. И большая елка всегда стоит в любом районе, в любом селе. У нас елка есть. Отмечают очень хорошо. Поскольку у нас общий праздник, красавицу Нового года представитель каждой диаспоры украсил своей игрушкой. Это сова, которая изготовлена ручной работой. Из меха, сукна, кожи. Это символ нашей тундры. Это символ нашей полярного дня, полярной ночи. Это символ, также является и тантемом некоторых наших родов. Этот колокольчик я сделала своими руками, потому что это очень традиционно. У нас калятки проходят с колокольчиками. И Украина, и Беларусь делают вот такие вифлеемские звезды. И вот такие всякие разные атрибуты солнечные. Это все мы делали руками. Это символ Чувашской республики, красно-белый-желтый. С Новым годом вас! Вот такая красивая получилась у нас елка. Нарядная и интернациональная. Ведь украшали ее представители десяти национальностей, проживающих на территории Немецкого округа. Закончилась наша встреча дружным, веселым хороводом. Вот так дружно все вместе мы проводили год народного единства, который в 2016 году был объявлен губернатором Немецкого округа. Все это более семи и десяти национальностей желают вам здоровья, счастья и успехов. С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин